Все видеокамеры у нас учтены, если вы имеете безопасный город, пока не такое большое количество, 19 штук, но они помогают сейчас правопорядку, охрану правопорядкой и быстрому реагируемому на происходящее на территории города и района, потому что они только выведены к нам в дежурную часть. Все остальные, естественно, используют весь спектр. Видеонаблюдение помогает очень часто при совершении преступлений, совершенных где-то в магазинах, в офисах. Есть какая-то статистика по поселениям? Где больше всего происходит на преступлении? Ну, по поселениям, естественно, это город Сергеев-Паса, это самое большое, практически 50% всех преступлений совершается на территории обслуживания города Сергеев-Паса. По поселениям, ну не могу сказать, это ходьковское население, но опять же, эта зона обслуживания чуть-чуть увеличена, это не только Ходьково, это еще и ряд сельских поселений. Ходьково незначительно, ну, на уровне в одинаковом, в принципе, условии остается Краснозаводский Пересвей. Но основная доля, это, естественно, 50% отдаётся на сербе в посадке, приходится. Желтые кнопки вот эти, как нечасто люди ими пользуются, и как они вам помогают, так сказать? Они функционируют, но зачастую граждане как бы не пользуются, потому что все звонят, происшествия происходят на улице, видите, что я вам зачитал, да, как бы сокращается число совершенных преступлений. И зачастую воспользоваться кнопкой гражданин и полиция приходится только людям, или есть необходимость пользоваться людям, в отношении которых конкретно совершено преступление на улице. А это, допустим, грабежи. Их, видите, их 20 штук только было совершено. В принципе, они нам могут помогать, они и должны нам помогать, для чего они введены, чтобы для экстренного реагирования, чтобы человек не звонил по телефону, а сразу нажал, и произошло сообщение. То есть, ну, информация везде размещена, и их все видят. Пока это понимало обращение, потому что мало, мало количество преступлений. Ну, по моей информации, за последние 2-3 года существенно снизилась уличная преступность. Чем это объясняется? Ну, не буду, конечно, говорить про себя, что мы стараемся реагировать своевременно. Все-таки наряды, имеющиеся наряды, как сказал уже, выходят практически от 70 до 90 человек на службу, на улице, именно на улице. То есть, пытаемся реагировать своевременно, появляться где-то в общественных местах. Ну, и сообщения граждан, не пропускаем, как бы сообщения граждан, уделяем внимание, где граждане жалуются, где наиболее скопление граждан, там, алкогольным, и еще что-то, пытаемся пресекать. Ну, и возможно, что у нас увеличивается количество краж, тищем из вещества, то есть, может быть, перепрофилировались преступники? Преступники? С улицы на квартиры? Ну, здесь я могу, конечно, сказать доподлинно, но здесь все в совокупности. Нельзя сказать, что какой-то единственный фактор влияет на эту уличную преступность. Здесь очень большая совокупность. Здесь все, и наша работа, и деятельность, активность граждан, что граждане, зачастую очень много сообщений граждан не проходит мимо. То есть, сообщают о каких-то даже мелких правонарушениях, они пытаются сообщить. Раньше такого не было? Ну, в отношении активности? Да, да, раньше было меньше участия граждан в жизни, все-таки люди возвращаются, потому что они тоже не посторонние в этом, в наших населенных пунктах. Ну, это радует, да. Велосипеды где, в каких районах? Кто подростки? Велосипеды, в принципе, я не скажу, что есть какой-то определенный район, где больше продукции. Хищения происходят везде, единственное, что их хищение происходит, основная масса происходит хищения, это в подъездах, можно сказать, из подъездах домов, многоквартирных. На улицах, в принципе, единичные случаи. В основном, это подъезды, многоквартирных. То есть, не случайные факты воровства, а, ну, как говорится, присматривают велосипед какой-то, понравившийся, да? Так, наверное? Могу сказать, может быть, не случайно, может быть, и случайно. Где-то случайно, где-то, может быть, присматривают. Потому что граждане очень активно занимаются, используют велосипеды. Сейчас, я думаю, в каждом подъезде стоит велосипед. Сергей Шеляев, газета «Ярдонка». Андрей Михайлович, у меня два вопроса будет. Первый вопрос, вот сейчас, вот цифры, которые вы приводили, да, это сравнение первого полугодия 2014 года с первым полугодием 2015 года. Да, ну, да, естественно, чтобы это будет точно быть. И второй вопрос, вы не могли бы какую-нибудь историю, так сказать, милицейскую, такую, запомнившуюся, интересную, эффективную? С хорошим концом. Журналистам, да? И что в конце поцелуй был в диафрагмах, как в голливудском фильме. За то, что было за исполку? Ну, по сообщениям, в принципе, я не буду вам ничего рассказывать. Наша пресс-служба работает очень хорошо, но они освещают все факты, где наши сотрудники принимают участие в раскрытии преступлений. А вот это иллюстрирующие истории, хотя бы. Ну, просто повторяться я не буду сильно. Ну, я вам могу рассказать охрану чистого порядка на массовые мероприятия, что по аналогии с прошлым годом, да, вот какие предыдущие мероприятия, вот последние мероприятия, небо Сергия показало о том, что граждане все-таки начинают осознавать, что они приходят отдыхать, наслаждаться тем, что им предоставляют возможность отдыхать, да, пешеходную зону. Они просто, им выделяют это время и место для уступления спиртного, там, и так далее, и тому подобное. Вот последний праздник показал, ну, я скажу, что очень большую осознательность людей, что им это просто, они ходят и отдыхают. И понимают, что это просто время проведения отдыха, а не время, место распития спиртных на пив. Еще такой вопрос. Вот была информация прошла, что в полиции, в целом, в России готовится сокращение на 10%, будет ли сходить сокращение в нашем местном посадке МВД? Ну, основываясь, так же, на официальные источники, я вам сказать, я не могу сказать, будут ли сокращения. Официальные источники утверждают, что территориальный орган внутренних дел данного сокращения не коснулся. Ну, то есть, не ниже области вроде такая была информация. Да, то же самое. Вот если на тебя напали на улице, что делать, как тебе вести? Ну, лучше бы на нас не нападали, мы для этого все прикладываем все усилия. Но если произошло такое ЧП, то я вам скажу, надо привлекать внимание мимо проходящих граждан. Если где-то у граждан, все равно это где-то в населенное место, громко кричать, звать на помощь, использовать, если есть возможность убежать, убежать, не надо вступать в конфликт, так скажем, что если в открытый конфликт, если вы видите, что вы явно не можете справиться. У нас налажено взаимодействие, то есть на улице, на реагирование по фактам преступления и каких-то пронушениям могут реагировать не только сотрудники полиции, но и сотрудники частных охранных предприятий. С нами, вернее, у нас с ними налажена очень хорошая работа, если они там не могут покинуть пост, они незамедлительно нам сообщают, есть тоже способы связи, если нет, их же группами медленного реагирования также могут подъехать. То есть, ну, первонаперво привлечь внимание, если не получилось привлечь, то сразу незамедлительно сообщить дежурную часть, либо в ближайшем наряду к полиции после совершения преступления, не надо идти домой, отлеживаться, потому что раскрытие по горячим следам тоже работает. Чем быстрее сообщить, тем больше шансов задержать, отнаружи задержать правонарушиту. Специалисты по безопасности советуют кричать, не помогите, а пожар. На помогите люди могут испугаться, а на пожар как-то реагируют активнее. Но в этом случае могут приехать ведь пожарные, а не полиция. Ну, во-первых, был конкретный вопрос, что делать, если вы напали на улице, если вы будете находиться на улице, будете кричать пожар, люди посмотрят, что пожара нет, могут еще неправильно на ваших счет подумать. Поэтому лучше, вы знаете же, в сказке, когда мальчик кричал «волки, волки», то именно, то лучше говорить правду сразу изначально. А средства личной самообороны, какие-нибудь газовые баллончики, там, ОСА, да, еще что-то. Ну, они тоже эффективны. Почему нет? Любой отпор, понимаете, человек, который совершает, если, исходя из психологии, человек совершает какое-то преступное деяние в отношении человека, да, не в отношении человека, он предполагает, что человек слабый, да, и не может дать отпор. Любая неожиданность для него, неожиданное поведение, так скажем, жертвы, да, обескураживает его, и он теряет нить, что ему делать дальше. И это приводит к тому, что дает возможность как жертве уже уйти от этого преступного деяния, и как преступник может отказаться от этого совершения данного преступного деяния. Скажите, в этом году раскрыто практически на 60 преступлений, больше, чем в этом году, все равно, если за хранение оборотов, правильный наркотик, только вот сотрудниками УВД, не считая ФСКН, и другие подразделения, которые действуют на расходе этих преступлений. Это, ну, это социально, это беда общества нашего всего, но здесь тоже взаимодействие, которое налажено у нас и с общественностью, и с администрацией, и со всей админиной информацией происходит. Стараемся влиять на нее, но скажу так, что конкретной статистики у нас по совершению состояния наркотического пни нет, потому что, так сказать, проведение осветительства, он не ходит, да, там, в рамку при задержании, совершении преступления, ну, небольшое, небольшое количество лиц, совершивших преступление, находятся в наркотическом пнике. В основном, большая доля, это состояние алкогольного плана, я уже говорил, да, это. Это вот антная преступность, которая выявляется, которая мне наружит, и влиять на нее, не только вместе с общественностью, возможно, когда общественность идет, и общество, вернее, не общественно, общество, не проходит мимо. Как я говорю, уже одно реагирует на происшествия, другое еще пока тяжело реагируют люди, и делятся информацией нам о том, что где какие-то люди подозрительные, похожие на наркоманов, тогда это неплохо. — Я имею в виду конца, что ситуация в Стане ухудшается, экономическая, да, вот уже идут увольнения, растет, так называемая, скрытая безработица. Как Вы прогнозируете, какая преступность будет расти, какая будет убывать в будущем, и какие меры превентивные полиции будут принимать на наступившее дело годы? Ну, прогноз я вам однозначно дать, потому что не могу, потому что вы сами сказали, очень много факторов, влияющих на данное мероприятие, на данное, кстати, показательное, в принципе, прогноз, мы не прогнозируем преступления, мы не занимаемся прогнозом, мы работаем по факту выявления, по факту совершения выявления преступлений, лиц совершающих преступлений. Я не готов вам сказать, значит, если может быть... Почему не будете особо представленными вниманиями уделять сейчас? Ну, по аналогии, если вот, я говорю, как мы прослеживаем, да, вот от года уже на протяжении двух лет увеличивается количество хищений личного имущества, причем зачастую имущество идет не только гражданам, а именно, может быть, и предприятиям, поэтому уделять внимание безопасности, так скажем, индивидуальному предпринимателю, милиция, но и еще какие-то отдельно стоящие здания строения, безопасности, видеонаблюдения, сигнализации. Охрана вне единственного сработает, эффективно работает. Одно из тех подразделений, которые задерживают преступников по горячим следам. А еще такое изъявление, вот я так вот здесь называю, коммерческий вандализм, когда не просто вот на вандальность, да, а чтобы выгоду получить. Ну, это как краж люков одно время было, помните? Как вот с этим дело сейчас обстоит? Ну, я не скажу, что, допустим, кража люков – это вандализм, это все-таки люди, занимающиеся, наверное, скорее всего, которые, как вы сказали, уже безработные и так далее, лица алкозависимые, ищущие, не могуще найти себе достойную работу и занимающиеся. Запомни, на какой-то планер, какие-то цифры совсем заубочные отвечают по поводу кражи люков, я напомню, что нет? Ну, я не скажу, что она заубочные. Ну, как бы, они есть факты, но не такие большие, как были в прошлом году, по крайней мере, в конце прошлого года были факты, там, порядка 20 групп, а в этом году их не такое количество. Ну, раскрываются эти преступления, да? Ну, они тяжело раскрываемые, но пытаемся, ну, единичные факты. Единичные факты, потому что, все-таки, это не то, что один человек пришел, собрал эти 20 люков, потому что они очень тяжелые, требующие каких-то дополнительных, еще дополнительных оборудований, перевозки и так далее. Скажите, пожалуйста, о взаимодействии со службой 112 вам помогают или пока это еще? Нет, служба 112 у нас в районе, она действует, у нас есть, ну, как сказать, она работает, у нас функционирует. В одном из первых районов она, как у нас, начала функционировать, служба 112, она влияет, ну, я скажу, касательно, на оперативность поступления информации к нам. То есть, что люди туда быстрее, бывает, дозвонятся, да, и нам быстрее поступает информация от 112, то есть, не всегда в силу бывать загруженности дежурная часть может оперативно поднять трубку. А так она помогает именно в плане поступления оперативной информации, быстрого поступления информации. Все-таки, кстати, хотел бы какую-то конкретную историю услышать, может, какое-то было преступление, которое вас дерзуще поразило, и когда вот сработала полиция хорошо, общественность, так называемый вот это наибол-вотчинг, соседское наблюдение, что-нибудь такое? Кондарий Михайлович, это больше к уголовному роду, все. Давайте так, мы возьмем, пресс-служба в ближайшее время опубликует такую интересную историю, у нас, поверьте, немало, и сотрудники трудятся зачастую просто, как бы информация до граждан не доходит, до населения. У нас сейчас пресс-служба новая, она осветит эти с подробностями информации. Вы сможете делать брифинг с таким названием, был такой случай, многоточие, да? Ну, это вот предложение к пресс-службе, они рассмотрят этот вопрос. Хорошо. Еще вопрос. Служба участковых, известно, что там всегда текучка невозможная, как сейчас работает, насколько видно? Нет, службы участковых, по крайней мере, за последний год у нас текучки большой нет, как бы все это, как в обычном трудовом коллективе, кто-то увольняется, кто-то приходит, но массовой текучки нет, в принципе, служба стабилизируется, я вам скажу, намного лучше стала работать, чем в прошлом году. Намного меньше жалоб от граждан, которые поступают, что не видят своего участкового. Может быть, они привыкли не видеть? Ну, нет, да нет, поверьте, поток граждан нам не ссякнет, а здесь просто работают, ну, начинает служба участковых работать, там, намного лучше. По касателям намного лучше работает, и по заявлениям, по обращениям с гражданами тоже намного лучше работает. А чем это связано? Ну, как сказать, скажу, с подходом, наверное, изменяя подходов к службе участковых, мы чуть-чуть изменили подход, больше контролируем, больше заставляем заниматься с людьми и питьями. Требуем то, что от них холоши. Раньше не требовали. Ну, почему требовали? Что сейчас можно сказать, что практически каждый участковый знает всех людей, которые живут на его участке, всех наркоманов, преступников, освободившихся из мест лишения. И вот он ходит их, проверяет. Ну, мы стремимся к этому. У нас, в принципе, все, вот то, что вы назвали категории граждан, да, они все у нас стоят на учетах. В принципе, все эти учеты у нас обновляются регулярно. Все эти учеты раздаются каждому участковому, удовольствием. Ну, мы стремимся к этому. Я не говорю, что у нас еще все идеально в службе участковых. Мы стремимся к тому, чтобы участковый знал на своем участке практически все. Потому что это единственный сотрудник, у которого есть территория, который должен вводить все обстановки на территории. Сейчас, в соответствии с новым приказом МВД-166, сейчас нет такого наработива, как было в 900 приказе, что не более 3,5 тысяч на одного участкового. Сейчас таких нету в основном. Сейчас ты. Ну, есть какая-то, как это рекомендуемая цифра? Ну, посчитайте, примерно у нас по штатной численности 55 участковых на весь район, на 230 тысяч населения. Я вот как-то интересовалась тоже этим вопросом. По какому принципу, интересно, у них вот участки делятся? Очень разбросанная эта зона ответственности каждого участкового в разных концах города. Ну, в основном, если, допустим, брать населенный пункт, в населенном пункте делятся участки, конечно, подводится под количество населения, чтобы примерно было равнозначное количество населения. Если брать какие-то сельские участки, да, то там по территориям, потому что если взять там селково-шемитовские поселения, они будут, по количеству населения будет меньше намного, чем в городском. Но у него территория большая, ее объехать за день он не сможет даже физически. То есть, в зависимости от того, где находится участок, если город, это в основном, конечно, под население, чтобы примерно... Очень разброс большой. Например, у него часть такой-то улицы, потом в другом конце города часть такой-то, другой улицы. Ну, нет, такого нету. Единственное, если, может быть, один участок меняет другого, потому что отпуска, болезни, все. Может быть, он совмещает много участков, поэтому, может быть, чуть-чуть разброс. А так, не может быть такого, что у нас нет такого, что там на одной части города, на другой части города один административный участок. Нет. Если такое присутствует, то, значит, я говорю, это все под население. Потому что, если взять Кировку, да, там одна частная застройка и так далее, то есть там, естественно, будет участок чуть побольше, потому что, сравните это с севером, где один дом тысячи заменяет практически, может заменить весь участок.